Как открыть криптобиржу в Испании? Если вы однажды задавали себе такой вопрос, это видео для вас. Меня зовут Виктория Белякова, я директор агентства How to Spain. Мы помогаем переехать и адаптироваться, интегрироваться в Испании. Сегодня мы в гостях у адвоката Инга Огошкова. Пойдемте узнаем, как все-таки открыть криптобиржу в Испании. В Испанию приехало сейчас много наших смекалистых соотечественников. Вы видели, что евро в ходу использовать не всегда выгодно, предпочитают обмен в криптовалюте. И хотят легализовать свою деятельность. Скажи, пожалуйста, Инга, как легально открыть криптобиржу, как правильно назвать этот вид деятельности? Как это регулируется законодательством? Действительно спрос на криптообменники сейчас вырос. И все больше и больше мы получаем заявок от желающих попасть в реестр криптообменников. Очень часто у нас клиенты ведут эту деятельность и не хотят ее регулировать. В данном случае мы советуем относиться к этому с умом. И если законодательство нас требует включиться в реестр, то это нужно сделать. Потому что это будет серьезным нарушением и может влиять будущее на ваше нахождение в Испании. Поэтому в реестр включиться сейчас пока возможно. И это не настолько сложно, насколько мы полагаем, что это будет через пару лет. В этом году, вот сейчас в сентябре, уже вышло новое регулирование. Ранее выдавал лицензии, не лицензии, а включал в реестр Банк Испании. Сейчас это переведено на комиссию по ценным бумагам. То есть 1 января у нас будет официально комиссия по ценным бумагам выдавать авторизации на включение в реестр. А сейчас как раз с сентября начинаем подготовку по новым правилам. Если вы хотите, это как раз хороший вариант получить сейчас. Пока еще это не так сложно, как будет в будущем. По срокам это занимает обычно около 6 месяцев. Здесь стоит иметь в виду, что вас будут проверять очень тщательно. У вас у директора должна быть обязательно какая-то активность в данной сфере. Вы должны знать, как это функционирует. У вас желательно должен быть повышенный уставный капитал, либо некоторые другие варианты, как это можно сделать. Также вам нужно доказать, почему Испания. Сделать определенную, провести политику уголовного комплаенса для компаний. Иметь KYC процедуру. То есть это достаточно большой объем документации, которую нужно тщательно проработать. Почему? Потому что органы будут очень внимательно смотреть до запятых, что вы там указали. Очень часто приходят как раз до запроса, предоставьте этот документ. А почему вот в этом документе вы говорите это, а вот в этом у вас противоречит основному. Это реальный случай, просто они сравнивают документы. Они смотрят их достаточно тщательно. И также имейте в виду, что здесь выступает орган СИБЛАК, которому направляются вот эти документы на заключение позитивное. То есть если СИБЛАК сказал «хорошо», то, скорее всего, 90% вас включат в приезды. Если СИБЛАК сказал «нет», он обязательно обоснует «почему». И в данном случае обжаловать будет очень сложно. СИБЛАК, если кто не в курсе, это комиссия, которая рассматривает бизнес с точки зрения отмывания денежных средств. То есть вот все, что у нас связано с Банком Испании или комиссией по ценным бумагам, обязательно будет направляться в СИБЛАК на позитивное заключение. И здесь имейте в виду, что если в какой-то момент в прошлом у вас на границе вы перевозили, например, валюту, больше 10 тысяч, и у вас она была изъята, и было начато производство в СИБЛАКе, то по-любому вы состоите там в базе, и есть риск того, что вам не выдадут, не включат вас в реестр. Это реальный случай. Клиент даже забыл, что в каком-то там году он перевозил кэш, вот у него началось производство, и он не знал, что в этом случае его процесс, его компания будет отправлена на рассмотрение СИБЛАКа. Действительно ему пришло, что у вас как бы нечистая история ваша, вы вот завезли кэш. Закон не говорит о том, что царный капитал должен быть повышен, но в то же время административный орган говорит, что вы должны иметь какие-то денежные средства на то, чтобы покрыть возможные обязательства. То есть в настоящий момент мы говорим где-то о 50 тысячах минимум. А какая-то страховка, какие-то другие дела? А сколько такая страховка стоит? Это смотреть, что вы будете страховать, какие биржи. Опять же, например, в документах, которые вы будете готовить, KYC, вот это все, нужно будет указать, где вы конкретно будете оперировать. Тоже у нас клиент указал в одном документе одну биржу, в другом у него их три, в третьем у него пять. И органы, конечно, смотрят, говорят, в итоге вы где будете, какая у вас. То есть у вас не могут документы противоречить друг другу. Видимо, он разбил, что-то ему готовит кто-то один, что-то другой, и в итоге вот получилась такая каша. То есть если вы это делаете, нужно это делать на конкретный проект с одним, не знаю, специалистом по IT-праву. Не разбивать это. Страховка – это просто как профессиональная ответственность, рассморсибилизация лиц. Страховка и третьи лица, и бизнесы. Вы сами можете застраховать что угодно. Я знаю, что многие переехали с капиталами, и некоторые проводят эти сделки между собой, среди знакомых, по чатам и так далее. Это называются обменники, точка обмена, хотя на самом деле это просто люди. Я думаю, что многие хотели бы на самом деле все легализовать и работать спокойно, нормально, и масштабировать свои объемы. Поэтому интересно, кто в принципе может претендовать. Я просто думаю, если человек, ну не знаю, у него 100 тысяч капитала, например, он занимается обменкой себе и тому брату, так сказать, то есть каким-то своим людям из чата обменивает, он может претендовать? Или это какой-то крупный инвестор, бизнесмен, супер, не знаю, какими-то навыками обладает, чем-то другим? Или обычный парень со 100 тысяч, скажем, может открыть биржу? Не то, что он может, он обязан в данном случае внести в риад. Но ему одобрят. Это уже неизвестно. Естественность, у него есть опыт в данной работе, в данной сфере. Но опыт как показать ему? Что он, например, он свой YouTube заведет. Заведет, скажет, что у меня YouTube, я разбираюсь в крипте. И, к примеру, сходил на конференцию InvoCrypto и получил сертификат. Это вряд ли, это вряд ли. Должно быть финансовое образование, должна быть где-то работа в каких-то сферах. То есть обычно, если директора нет этих особенностей, то должен быть какой-то работник, который будет этим заниматься. Но у нас всегда требуют CV директора, где мы объясняем, что у него действительно есть опыт и предпринимательства, и в целом понимание специфики. Опять же, директор у нас это обычно кто? Это управленец. Но чтобы управлять бизнесом таким сложным, ты должен понимать, как это делать. А есть какое-то требование, как овали, не знаю, как назвать. То есть это страховая сумма, не страховка, а сумма какая-то, которая должна быть на счету компании в случае чего-то. В некоторых сферах бизнеса, например, страховой брокер, говорят, что вам нужно иметь 150 тысяч или 2% от вашей страховой суммы всех клиентов на счету. Вот какие-то такие требования есть, какой-то процент на счету, в зависимости, например, от оборота твоего. Это как раз гарантия, о которой я говорила, что повышенный уставный капитал, в принципе, может на начальных этапах служить достаточным основанием. Поэтому если у нас нет повышенного уставного капитала, то нам нужно, конечно, предоставить другие гарантии, тот же самый скроу-счет. Но опять же, деньги должны работать. Они не просто у нас лежат на компании мертвым грузом. Их нужно на что-то пускать. И опять же, приземлируется, что в начале деятельности у вас не будет таких оборотов, как через один год. Поэтому процесс непростой, процесс возможный. И тоже иметь в виду, что у вас есть право обжалования. То есть обычно орган выносит решение, называется «про почта де режурусъем», который он указывает «отказать или принять». То есть это не окончательное решение, это просто «про почта», предложение. И там он указывает, почему вам, например, отказать, больше всего, конечно, отказать, почему отказать, вот по таким-то основаниям. Если вы в течение 10 дней сможете устранить то, что указано там, недочеты, можете заново ответить на вот этот вот оффер, предложение об отказе, указать, что вы устранили недостатки, орган может рассмотреть и выдать положительное решение. Но зачастую, если вот уже на таком этапе, что вам отказали в предварительном, скорее всего, у вас не хватит 10 дней на то, чтобы ликвидировать все вот эти вот недочеты. Смотрите, здесь можно, нужно всегда иметь в виду регулирование. Сейчас регулирование минимальное, но со следующего года у нас вступает в силу МИКа. Наверное, уже все слышали, что это новое регулирование европейское, как раз по вот криптоактивам. Это европейское регулирование, и Испания, естественно, будет адаптироваться и адаптировать законодательство под него. То есть ближайшие, я так полагаю, года два, наверное, пока что можно, вот этот вот временный промежуток, пока не будет введено регулирование конкретно испанское, но с учетом на вот это европейское регулирование, которое у нас уже, как бы сказать, почти введено, почти с нами. На каком этапе вы начинаете работать с клиентом? От того, как у него, в принципе, зародилась идея намерения открыть такой бизнес, получить лицензию, до введения по налогам на протяжении всего действия или на каком-то этапе вы говорите, вот ваша лицензия, до свидания, или комплексно оказываете все услуги? Я так понимаю, что налоги тоже у них непросто ввести. Да, это особое регулирование, конечно. Во-первых, клиент у нас приходит как с нуля, так и клиент приходит, который уже находится в процессе предварительного отказа, скажем так, и ему нужно срочно что-то урегулировать. Если мы это дело не ввели, что-то срочно урегулировать будет критически проблематично. Иногда имеет смысл отказаться от этого процесса, который сейчас идет, и подать заново. Далее лицензия получается, лицензия, авторизация получается, включается в реестр и начинаете деятельность. В данном случае, естественно, компанию мы можем сопровождать по налогам. И юридическая часть тоже. Здесь юридическая, скажем так, это больше, чем налоговая, потому что у нас будут большой объем физических лиц, то это сразу регулирование по защите данных, тоже очень осторожно с защитой данных. Это достаточно такая серьезная тема в Испании, и очень высокие штрафы, особенно вот в этой сфере, о которой мы говорим. И, естественно, поддержка у нас на всех этапах, и по трудовому праву, и по IT-праву, и в будущем административно, если будут какие-то запросы об изменении документов, либо дополнительные требования, тоже мы готовы все это сделать. Друзья, теперь вы знаете, как вы можете открыть криптобиржу в Испании. Если вы хотели бы записаться на индивидуальную консультацию, контакты вы видите в описании к этому видео. Если у вас есть идеи для наших видео, пожалуйста, пишите в комментариях, обязательно учтем, найдем тех профессионалов, которые раскроют эту тему, и запишем видео. Спасибо, что были с нами, подписывайтесь на канал How to Spain. С нами всегда выгодно и интересно. Субтитры сделал DimaTorzok